Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой битте-канал снова! Меня зовут Юлия, и в сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать новую палетку от Pat McGrath, которая называется Celestial Odyssey. Это мой первый раз в покупке праздничной коллекции, с которой выходит Pat, и я в большом восторге показать вам этот лук, вернее два лука, которые я сегодня сделала, используя эту палетку. Я покупала эту палетку с сайта Pat McGrath, и она пришла ко мне реально очень быстро, обычно это занимает гораздо дольше по времени. К моменту, как я снимаю это видео, полная коллекция Pat уже вышла, то есть помимо этой потрясающей палетки в ее коллекцию вошла палетка румян, также вышел хайлайтер, но я не знаю еще есть ли в продаже этот хайлайтер или нет, он смотрится многообещающе на картинке, и с вочи шикарно смотрится, я еще пока думаю, хочу ли я покупать его или нет. И вроде это все, что вышло в ее коллекции, но все равно мне кажется, что палетка это то, что приковывает больше внимания, чем какие-либо хайлайтеры или палетка ее румян. И немного информации об этой палетке, эта палетка стоит 79 долларов, как и ее предыдущий праздничный запуск в прошлом году. Эта палетка сделана в США с импортируемыми и местными ингредиентами, и срок и годность составляет 12 месяцев. Открывается палетка вот таким образом, когда вы открываете ее, первое, что наверное вы замечаете, это ленточки, которые я знаю очень многим не нравятся, но в общем при желании их можно всегда обрезать, это не проблема. И сразу, что можно заметить, это изменился немножко фон, на котором эти рефилы лежат. В этом году, мне кажется, мы получили такой апгрейд в плане эстетики этой палетки, она смотрится более люксовой из-за вот этого глянцевого фона. В прошлом году это был, по-моему, матовый фон, мне лично уже понравился формат этой палетки, она легкая, и ее будет легко брать с собой в путешествие, знаю, что она не разобьется, и с ней все будет хорошо. Как и, наверное, каждый год, дизайн упаковки, он одинаков как на самой палетке, так и на упаковке, в которую она пришла, и на обратной стороне мы можем видеть название цветов, которые в этой палетке. Я, наверное, взяла эту палетку в первую очередь, потому что мне понравилась, как ни странно, эта обычная простая цветовая гамма. Когда я увидела эту палетку на Trend Mood, я поняла сразу, что я ее куплю, настолько мне она запала в душу. Когда я смотрю на цветовую гамму этой палетки, я понимаю, что я буду использовать ее каждый день, я могу сделать макияж любой, от очень простого ежедневного до вечернего макияжа, что мне очень нравится. Кстати, интересный факт, но Pat Magrat использовала эту палетку на многих селебрити, на Mad Gala, и если вы видели такой зеленый макияж на одной из селебрити, то знаете, что это был этот оттенок. Но теперь давайте перейдем к свотчам, я сделала вам живые свотчи, чтобы вы смогли увидеть, насколько легко и просто они получаются, буквально один свайп, и у вас на руке невероятной красоты, сияющий во все стороны оттенок. У меня, конечно, они очень впечатлили, давайте посмотрим на эту красоту вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень странные какие-то мистические моменты, в общем, я извиняюсь, если я не такая прям эмоциональная, но представьте, у меня было полностью готовое видео, и тут я понимаю, что мне придется заново говорить об этой палетке, поэтому я дико извиняюсь, если, не знаю, я не такая эмоциональная, как вы этого хотели. И давайте уже перейдем к основной части этого видео, а именно к туториалу. Поехали! И у меня уже на глазах есть мой праймер от Urban Decay, мой самый любимый. И давайте начнем, наверное, с вот этого оттенка, потому что мне нравятся розовые оттенки, и меня он привлекает больше всего в этой палетке. Я возьму кисть свою пушистую от Raffra под номером 15. Я нанесу это на все подвижное веко. Этот оттенок, он не смотрелся, ну, таким пигментированным в рефеле, он смотрелся бледным, правильно же? Ну, как он раскрывается отлично на глазах, это просто вау, нечто. Дальше я хочу взять вот этот оттенок. Я хочу нанести этот оттенок в зону затемнения, таким образом. Наверное, я хочу взять еще более насыщенный оттенок, а самый насыщенный для этой цветовой гаммы, это будет, скорее всего, коричневый оттенок. Вот этот вот, та же самая кисть от Raffra под номером 01, это самая идеальная кисть для того, чтобы втушевывать оттенок. Надо сказать, что эти тени, они такие же по качеству, как и любые другие тени под Мограсс в ее обычных палетках за 140 долларов. Они очень масляные, очень легко наносятся и растушевываются также. Беру другую кисть, ту же самую, с которой мы начинали, и начинаю втушевывать этот оттенок. Мне очень нравится эта дымка, которая появляется у нас в процессе растушевки. Мне кажется, для того, чтобы такая дымка получилась, когда я использую, например, тени от Too Faced или тени от MAC, мне потребуется гораздо больше усилий, чтобы все это смотрелось настолько профессионально. Дальше мне хочется взять, очень хочется взять какой-нибудь розовый шиммер, но я не знаю, насколько это будет классно смотреться с нашей коричневой растушевкой. Давайте попробуем вот этот шиммер. Посмотрите на этот пигмент, вау! Возможно, это будет идеальным шиммером. Посмотрите на этот пигмент. Это чисто фольгированный шиммер. Такое ощущение, что этого шиммера будет достаточно для этого лука, но нет. Я просто нанесу это на все века, наверное. Наверное, так пока. А давайте попробуем какой-нибудь другой, не менее интересный шиммер. Ну-ка. Мне кажется, я знаю, что я хочу использовать. Я хочу нанести это на внешний угол глаза. Вау! Мне кажется, у нас слишком много фольги на веке. Из этого века выглядит как будто перегруженным, и как будто бы на нем гораздо больше морщин видно, чем до этого. Наверное, я хочу просто использовать немного темного, опять же, оттенка, чтобы уравновесить наш образ. Далее я хочу использовать оттенок для нижней части ресниц. И, наверное, я все-таки буду использовать вот этот же темненький оттенок. И я использую кисть от Raffer под номером 13. Просто соединим эти линии. И напоследок я хочу использовать вот этот белый серебристый оттенок и нанести его во внутренний уголок глаза. Я в восторге. Это мой любимый образ. Это всего лишь первый образ, понимаете? И немного под бровь. Это всегда помогает также раскрыть немного глаз. Вот так выглядит наш первый образ с использованием этой палетки. Безумно красивые оттенки. Головокружительная пигментация. Мне очень нравится сочетание этих оттенков. И для нашего второго образа я буду использовать светлые розовые оттенки. Я хочу создать такой повседневный носибельный образ с этими оттенками. Опять же, я начну с этого розового оттенка. Несу его на все веко. Но я хочу нанести его более легким слоем. Не таким тяжелым слоем, как в первый раз это было. Тушуем, тушуем. Дальше я хочу использовать вот этот уже полюбившийся мне оттенок. Но легким слоем не получается. Потому что так или иначе оттенки Pet выглядят через буквально пару секунд насыщенными. Это нужно иметь в виду. Но мне нравится, как это смотрится. Что-то в этом есть. Я хочу немножко потушевать этот активный пигмент, который у нас на веке. Я думаю, что этого достаточно. Далее я хочу попробовать вот этот розовый оттенок. Он такой прям рыхлый. То есть это рыхлый. Оттенок не такой масляный, как предыдущие наши оттенки. Так, я хочу немножко убрать этой рыхлости. Да, то есть видите, хоть он красиво, классно смотрится, он рыхлый просто-напросто. С ним нужно быть аккуратнее. Я хочу нанести это на внутренний уголок глаза. И этот оттенок идеально подходит к тому, что у нас уже на веке. Далее я хочу использовать вот этот оттенок Galactic Glow. Нанесем это на середину века. Он идеально подошел к этому лугу. Я немножко сделала свет помягче, чтобы было лучше видно эти оттенки. Вот таким образом смотрится этот оттенок Galactic Glow. Мне даже не захотелось использовать никакой темный оттенок для затемнения. Мне нравится этот образ таким, какой он есть. То есть милый, повседневный и с большим количеством блесток. Поэтому сейчас я подправлю зону под глазами, накрашу реснички, вернусь к вам через секунду. И мы уже поговорим об этой палетке. Ну вот, ребят, и вот таким образом выглядят два лука с использованием палетки от Pat McGrath. Мне кажется, этот лук понравится большинству людей, потому что его очень просто сделать. Но как он красиво смотрится. И, конечно же, этот smokey eyes, я не могу оторвать взгляда от того, как он красиво у нас получился. Опять же, это было легко сделать, потому как тени Pat McGrath, они очень легкие в обращении. Поэтому я даже не знаю, какой мне нравится больше всего, если честно. Я определенно хочу поиграться с этой палеткой еще больше, чтобы понять ее лучше, чтобы попробовать больше оттенков. Потому что их здесь 18, глаза у меня всего лишь 2. И давайте уже перейдем к нашему первому образу. Я хочу начать с вот этого оттенка. И называется он Sun Rose Amber. И я просто нанесу этот оттенок поверх подвижного века. Дальше я хочу взять вот этот оттенок, который называется у нас Nocturne. Мне кажется, он не будет прям очень-очень пигментированным, поэтому давайте посмотрим, что у нас вообще за пигмент обещается. Ну да, он буквально сливается с нашим оттенком первым. Далее я хочу взять, наверное, кисть под номером 14 и немножко, чуть, может, получше растушевать то, что у нас уже есть. Чтобы это была более такая легкая, буквальная растушевка, если так ее можно назвать. И давайте попробуем этот невероятной красоты оттенок, который называется Galactic Glow. Он ощущается таким немножко рыхловатым. Цапашки уже небольшие видны, без этого никуда. Кстати, этот оттенок, он определенно триохром или доохром. Два перелива точно. Не знаю, ребят, виден ли вам этот доохром, как оттенок доохромит этот, но смотрится это, конечно, просто шикарно. Дальше я хочу попробовать вот этот оттенок. Называется он у нас Lunar Haze. Этот оттенок, он также будет крашиться, скорее всего. Мы увидим много подашек, когда будем его использовать. Да, без этого никуда. Определенно этот оттенок, он гораздо более плотный, чем предыдущий. Предыдущий же он больше как топпер, я бы сказала так. Дальше я хочу взять немного вот этого темного оттенка, чтобы немножко раскрыть глаз. И я нанесу его вот сюда. Невероятно легкая растушевка, невероятно легко работать с этими тенями. За буквально каких-то пар секунд у нас уже, ну, такой хороший смокий айс, можно сказать так. И я немного выведу этот оттенок к середине. Совершенно легко это делаю. Дальше давайте попробуем вот этот оттенок под названием Palladium. Он определенно не ощущается таким гладким, как другие оттенки. Он более такой шершавый, я бы сказала так. Он ощущается как какой-то сатиновый оттенок. Немножко странный оттенок для меня лично. Но смотрится, по-моему, очень даже интересно. Мне кажется, с ним можно сделать какой-нибудь классный желтый или оранжевый макияж. Он будет идеально для этого подходить. Неплохо получается у нас. Хочется чего-то добавить еще более интересного и яркого. Давайте попробуем вот этот оттенок. Меня он привлек в первую очередь. Посмотрите на этот пигмент. Супер сияющий. Наверное, он будет очень сияющий выглядеть на глазах. Давайте на это посмотрим. Этот серебристый оттенок будет идеален для черно-белого смоки айс, как мне кажется. Вот это его предназначение, возможно. Или даже его можно использовать как хайлайтер. Видите, они нечаянно заделают этим оттенком свою щеку. И он смотрится очень даже классно. Я все равно хочу взять чуть больше того же самого оттенка, я даже не знаю, розоватого. Как он называется у нас? Он у нас называется Lunar Haze. Это мой, наверное, самый любимый оттенок уже в этой палетке. И я хочу просто нанести его на середину века, чтобы образ стал более, я не знаю, однородным что ли. Хотя мне кажется, он у нас уже не будет лучше, потому что мы использовали большое количество оттенков. И такое ощущение, что веки уже как перегружены, что ли. Хоть и не так много блесток, как хотелось этого. И напоследок я хочу взять вот этот оттенок для нашего первого образа. Вау. Это золотистый оттенок. И нам нужно что-то добавить как раз-таки сияющее. Ребят, посмотрите просто на эти подашки. Поэтому мы сначала делаем макияж глаз, а потом уже все остальное. Я хочу использовать вот этот оттенок, который называется Saturn Sunset. Я так понимаю, на нижней части ресниц, чтобы макияж был более законченным. Также я хочу добавить немного Galactic Glow на внутренний угол глаз. Мне нравится, как это пока что смотрится. Я не знаю. Наверное, я ожидала все-таки больше блеска. Что вот это за оттенок у нас такой красивущий, золотистый? Называется он у нас Corrupt Copper. И давайте попробуем его использовать также на веки. Почему нет? Он точно такой же по ощущениям, как и предыдущий оттенок. Он как будто бы как матовый оттенок, но у него текстура не сатиновая. И отличается от других текстур оттенков, которые я уже пробовала у Pat McGrath. И последнее. Я хочу взять еще немного вот этого серебристого оттенка. Нанести его в уголок глаза. Вот таким образом. И напоследок я решила смешать вот эти два коричневых оттенка. Нанести их в зону затемнения. Мне показалось таким образом. Глаза как будто бы еще больше раскрылись. Мне кажется, чтобы закончить его, нужно взять какой-то интересный, допустим, золотистый цвет. Нанести нижнюю линию роста ресниц. Таким образом. И вот этот оттенок тоже. Давайте его используем. Честно, мне очень нравится, как получился наш первый образ. Мне кажется, он очень такой носибельный. Да, то есть это тот самый смоки айс, который будет уместен в первый мир. Поэтому определенно нравится, что я вижу в зеркале. Давайте перейдем теперь к нашему второму образу, который обещает быть более интересным. Потому что мы будем использовать большое количество зеленых оттенков с этой палетки. Итак, давайте начнем, наверное, с, опять же, этого розоватого оттенка. Нанесу этот оттенок на движную часть века. И я использую кисть от Raffer под номером 15. И этой же самой кистью я начинала первый образ. Дальше я хочу взять вот этот оттенок, который называется у нас Electric. И постепенно растушевываю. Я, кстати, видела, как Morgan Turner сделала невероятно классный образ, используя темные оттенки. И мне, наверное, захотелось именно его сегодня сделать. Посмотрим, получится ли у меня это или нет. Надеюсь, это у меня получится. Я возьму кисть, кстати, от Belly. Бренд кистей, которые делают свои кисти из натурального ворса с Алиэкспресс. Я до сих пор использую эту кисть. До сих пор она у меня в хорошем состоянии. Сколько я использую уже, наверное, года три точно. И выглядит просто как новая. Вообще чудеса, да? Мы работаем сейчас со самым темным оттенком в этой палетке. Которая, как мне кажется, на самом деле подойдет для создания любого образа. То есть он здесь как бы такой универсальный оттенок, да? И, в принципе, я согласна с тем, что этот оттенок, он в любом образе делает то, что он должен делать. А именно затемнение. Он с этим справляется очень-очень хорошо. Но, наверное, было бы чуть лучше, если бы здесь был выбор матовых. Если было бы здесь чуть больше. Тушуем, тушуем. И дальше я возьму кисть от Raffer под номером 13. И мне не нравится то, что я слишком далеко зашла под бровь. Это прям ужасно. Мне не нравится, как это смотрится. Поэтому я возьму кисть под номером 15. И чуть подтушую то, что у нас имеется на подвижном веке. Просто введу оттенок вправо. Таким образом. Дальше я хочу попробовать оттенок, который называется Bronze Nova. Это тот идеальный глянцевый триохром, который понравится вам, бьюти-голикам. Если вы обожаете такие оттенки, для такого нюдового макияжа просто посмотрите на пигмент этот. Это вообще, как понимать? Вау. Смотрится шикарно. Смотрите на эту фольгированность. Ребят, эта фольгированность, она заразительна. Мне сейчас хочется просто нанести парочку таких же оттенков и сказать, вот у меня такой лук получился. Дальше я хочу использовать оттенок Palladium. Эта палетка захлопывается просто по нескольку раз за время, пока я снимаю это видео. Вообще это так раздражает. Давайте нанесем его поверх этого, наверное, оттенка. Чего себе. Этот оттенок, он уже имеет в себе какой-то зеленый потон. Тоже очень красиво, кстати, смотрится. Дальше я хочу взять, попробовать вот этот оттенок, который называется у нас Citrine Envy. Я слышала очень много хорошего об этом оттенке у других бьюти-блогеров. Люди просто были в шоке от того, насколько он красив на глазах. Вот сейчас мы это и посмотрим. Нанесу это на середину, наверное, века. Ууу. Это видите, ребят? Как это нереально красиво смотрится. Вау. И мне кажется, что если вы блондинка, так же, как и я, то вам, наверное, этот оттенок не только понравится, но и очень подойдет вашей внешности. Давайте попробуем теперь вот этот оттенок, который смотрится очень странно и страшно, потому что он очень-очень пигментированный, как угольный. Буквально угольный какой-то цвет. И мне очень интересно посмотреть, как он вообще проявит себя. Хоть немножко страшно, если честно. Нанесем его вот сюда. Он, конечно, не такой плотный, как предыдущие оттенки. Он очень тонкий по своей текстуре. Не смотрится прям супер красиво, да, как предыдущий оттенок цитрон. Но в нем что-то есть. Я думаю, что если наслоить его на какую-то подложку, тогда это будет очень-очень красиво. Но в данный момент, мне кажется, это смотрится так, окей. Не удивил меня оттенок этот, хоть я и ожидала от него этого, наверное. Я хочу взять еще больше этого оттенка цитрина и нанести его на середину века. Мне очень нравится, как этот оттенок показывает себя при наслоении. Я возьму кисть под номером 13 от Raffer и начну потихонечку растушевывать этот оттенок цитрин. Далее я хочу взять вот этот серебристый оттенок, который называется у нас Heavenly Body. Несу его на внутренний уголок глаза. Я возьму этот темный оттенок, чтобы нанести его на нижнюю линию роста ресниц. И немного этого оттенка, чтобы добавить его в уголок глаза. А сейчас, ребят, я немного, так сказать, подредактирую свою зону под глазами, потому что она требует редактирования. Столько много сапашек я давно не видела за один раз. Я нанесу реснички, и мы поговорим уже с вами об этой палетке от Pet. Ну что, ребят, я сделала реснички. Я, кстати, наклеила всего лишь половину ресничек на каждый глаз. И я использовала тушь от Charlotte Tilbury, которая заканчивается у меня уже. И на глазах я сегодня решила... на глазах. И на губах я сегодня использовала помаду от Maybelline, которая называется Color Sensational. И она у меня в оттенке 499, кстати, мой любимый оттенок. Я в восторге от того, что я вижу на своем лице. Мне очень нравится макияж глаз. Это вот, наверное, тот момент, когда макияж делает тебя в разы более уверенной. Мне безумно нравится, как получился у нас макияж глаз, в особенности вот этот вот глаз. Я раньше, опять же, наверное, говорила вам уже, не думала, что мне подходит зеленый цвет. Но, видимо, это не так. В общем, мне очень все это нравится. В особенности с этой помадой на губах просто идеалити. Мне кажется, это та гамма, которая понравится всем и каждому. Особенно, если вы только начинаете использовать разные бренды макияжа. Например, вы слышали о бренде Pet Magrass. И вы заходили на ее сайт, вы смотрели и видели, что на сайте ее палетки стоят 140 долларов. Да, у нее бывают скидки, да, 30% вроде бы дно. Но, когда вы видите, что палетка стоит 79 долларов, наверное, вам захочется и купить. И на самом деле, я думаю, любая девушка так сделает, потому что это классное качество теней. Идеальная растушевка, безумно красивый подбор оттенков. И причем, знаете, это не те оттенки, которые вырви глаз. Это оттенки очень носибельные. Но у меня есть вопросы небольшие, наверное, к тому, что тени очень сильно осыпаются. Мне показалось, что я давно не видела такого большого количества осыпашек у себя под глазами. Я прям реально терла влажной салфеткой. И я ощущала, что у меня кожа уже плачет под глазами. То есть, ну, она слишком стала чувствительной быстро. Поэтому, хоть эта палетка и красивая, и шикарная растушевка, они очень-таки хорошо любят осыпаться. Поэтому это нужно иметь в виду. Но, опять же, я все-таки делаю этот макияж, когда у меня на лице уже тон. Наверное, в прошлом видео также говорила о том, что, когда вы краситесь палетками Pat McGrath, вы сначала хотите сделать, конечно же, макияж глаз первым. Потом уже все остальное. В принципе, я думаю, что это только один момент, который меня огорчил об этой палетке. Все остальное, ни цена, ни формат, ни подбор оттенков меня не огорчили, а очень-очень обрадовали. Я считаю, что любая девушка, которая обожает формулу Pat McGrath и ее тени, будет довольна этой палеткой. Так же, как и девушка, которая ни разу не слышала о тенях Pat McGrath, и она решила попробовать, потому что это очень классное предложение. Да, вы получаете 18 оттенков, если не ошибаюсь, 18 оттенков за 79 долларов. Это невероятно выгодное предложение. Поэтому, мне кажется, каждый будет удовлетворен этой покупкой, этой палеткой. Я сейчас об этом подумала, и мне кажется, что это будет идеальной палеткой на новогодние праздники. Вот именно на Новый год. Возможно, я даже ее буду использовать для новогодних праздников, потому что она просто идеальна. Я надеюсь, что вам понравился мой сегодняшний обзор. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете о моем макияже, какой вам понравился больше всего. Поэтому, да, ребят, мне будет очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете о этой палетке. Если она у вас в виш-листе, планируете ли вы покупать ее, или вы пропускаете. В общем, ребят, на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам это видео помогло определиться с покупкой и так далее. Будет очень интересно узнать ваше мнение в комментариях. Жду вас, давайте пообщаемся. Я не буду с вами прощаться. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, и всегда оставайтесь красивыми. Ваша Юля. Я прощаюсь. Всем пока.